Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Отдельный привет тем, кто сейчас находится в прямом эфире вместе со мной через перископ. Те, кто по каким-то причинам не может присутствовать сразу онлайн, напоминаю то, что запись появляется сразу же после брифинга на нашем официальном канале на YouTube. Поэтому, если вы еще на него не заходили, сделайте это, подписывайтесь, соответственно, на канал и будьте в курсе всех новых, соответственно, видеосообщений, всего видеоконтента, который выходит в рамках нашей компании. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Предлагаю вернуться к ситуации, которая складывается на финансовых площадках и снова начать наш традиционный ежедневный анализ с той динамики, которую показывает рынок энергоресурсов, бренд. В частности, закрытие вчерашнего дня. 52.73 сейчас мы видим то, что есть незначительный, небольшой откат, который стал причиной актуальных котировок 52.71. Ну, то есть, в целом, бренд продолжает находиться на многомесячных хаях, игнорируя практически все те факторы, медвежьи сигналы, которые появляются на рынке. Главный вопрос, где же тот самый хай, с которого должно пойти абсолютно оправданное фундаментальное снижение и коррекция? Я думаю, что ответа на него не знает никто, но, учитывая то, что актив так высоко уже забрался, в принципе, абсолютно немыслимый уровень с учетом, опять же, текущей конъюнктуры и, самое главное, новостного фона. Я думаю, что эта коррекция уже не за горами. Если разобрать конкретно вчерашнюю торговую сессию и попытаться оправдать тот рост, который мы с вами наблюдали. Во-первых, трейдеры и быки, прежде всего, цепляются за проявление вот этого бычьего ралли и в качестве причин, которые объясняют такую восходящую динамику, используют по-прежнему нигерийский вопрос, то есть факт снижения производства в этом регионе. Новые быстолкновения, атака на инфраструктуру привела к тому, что спад производства усилился и на текущий момент производство уже находится в районе 1 миллиона баррелей в сутки. Да, конечно же, это мало для этого региона, учитывая то, что они могут добывать и 2 миллиона, а еще несколько месяцев назад объемы добычи держались на отметке 1,8. Но эта тема, в принципе, она уже избитая. Мы помним то, что именно Нигерия стала причиной активизации покупок бренда в районе 47-48 долларов за баррелей. И вот почему-то трейдеры каждый день возвращаются к этой теме, как будто это новый фундамент, который только появился на финансовых рынках, который еще не отыгран и не дисконтирован в стоимости нефти. Вторая причина – это статистика по Китаю, в частности по импорту, согласно которому импорт нефти за аналогичный период, скажем, за аналогичный период прошлого года был на 16% меньше. То есть сейчас он вырос на 16%, что в целом указывает на то, что спрос на сырье с этого региона растет. Но все-таки, когда была опубликована статистика по импорту, я думаю, что многие не обратили внимания на тот факт, что по сравнению с прошлым месяцем импорт снизился порядка чем на 5%. Это серьезное снижение. И я думаю, что она как раз также отражает текущую тенденцию и слабости промышленного сектора, которую мы с вами констатировали через последние данные по промышленному производству. Да и в целом можно говорить про экономику Поднебесной в общем. Третий фактор – запасы нефти США вслед за частной оценкой ОПИС. Вчера Минэнерго, администрация энергетической информации, если уж быть совсем точным, сообщила о том, что они снизились на 3,2 миллиона. Что в целом соприкасается с нашими предположениями о том, что сезонно, конечно же, сейчас больше шансов увидеть спад этого индикатора. Что на фоне уже устоявшейся практики повышенной реакции трейдеров, чрезмерной, можно даже сказать, чувствительности к этой статистике приводит, соответственно, к той динамике, которую мы видим. Действительно, эта статистика поддержала ценовые позиции этого актива и стала причиной продолжения бычьего ралли, которое мы, собственно, наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии. Теперь, что касается негативных факторов. Во-первых, по Китаю мы с вами уже отметили то, что есть тенденция спада, она очевидна. Второй момент заключается в том, что экономика Поднебесная, с учетом последних данных по целому торговому балансу, сигнализирует о том, что, либо, лучше сказать, возвращает нас к идее того, что не просто так переживает худшие времена за много лет. И, в целом, то, что Китай повлиял на настроение трейдеров негативным образом, можно сделать вывод об этом через повышенный спрос на защитные активы, которые мы наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии. Второй момент, может быть, даже лучше было отметить его первым. Я считаю то, что это серьезнейший сигнал для медведей, которые делают ставку на коррекцию и ждут, когда же пойдет это самое снижение. Он заключается в том, что вчера администрация энергетической информации Соединенных Штатов Америки сообщила о том, что по итогам прошлой недели объемы производства нефти в США выросли на 10 тысяч баррелей. Доведя общий показатель производства с 8.73 до 8.74. И наше предположение о том, что высокие цены на нефть будут конвертироваться сначала в более высокие показатели количества платформ от Бекер Хаджес и в конечном счете будут возвращать на рынок сланцевых производителей и добавлять предложения. Предложения. Энергосырье. Эти предложения сейчас, предположения оправданы, поскольку мы уже видим, как недели ранее статистика, указывающая на прирост количества платформ на 9 штук, привела к тому, что и производство нефти выросло. И очень важно отметить, что даже до конца 2016 года, по версии многих, опять же, экспертов, которые делают ставку на рост этого актива, не предполагалось то, что в США будет наблюдаться прирост запасов. Напротив, были все основания полагать, учитывая последний тренд по сокращению количества нефтиных платформ, то, что производство будет снижаться, доведя общий показатель до 8.6 до конца этого года. Но я считаю, что эти предположения были не оправданы, потому что текущие цены, они диктуют новые реалии, новые условия, они являются абсолютно рентабельными для того, чтобы снова раскупоривать сланцевые буры и, соответственно, заниматься производством сырья, чем, собственно, и занимались американские сланцевые производители до тех пор, пока нефть не оказалась ниже 50 долларов за баррель. Другими словами, мы ждем по-прежнему дополнительное предложение, завтра у нас очередной отчет от Бекер Хаджеса, смотрим за количеством платформ и полагаем то, что и эта неделя, когда мы будем подводить итоги по статистике производства США, станет еще одной пятитневкой увеличения роста. Второй момент, на который также нужно обратить внимание, это прогноз Всемирного банка, я вчера вам об этом говорил, по темпу просто мировой экономики. Ожидается снижение и спад с 2,9% до 2,4%. Я думаю, что этот индикатор и, в целом, такие пессимистичные ожидания в конечном счете должны сказаться на спросе на энергохосырье. Рост объема добычи в Иране. Мы знаем, там идет вот этот тренд увеличения выработки. Помните то, что некоторое время назад у нас были планки 3,7, 3,8 и вот сейчас новая цифра, указывающая на то, что Иран добывает 3,9 миллиона баррелей в сутки, уже практически выйдя на планку в 4 миллиона. То есть, если мы сейчас пробежимся по статистике производства в рамках отдельных регионов ближневосточного картеля, я уверяю вас, мы сможем выйти на цифру целостности, которая полностью нейтрализует тот спад, который у нас наблюдается со стороны Нигерии. А если еще допустить то, что боистолкновения, они рано или поздно будут окончены, и Нигерия снова вернется к загрузке производственных мощностей, восстановит инфраструктуру и начнет поставлять прежний объем, и получается то, что у нас по-прежнему ключевая идея, связанная с ослаблением нефти, предполагает рост и избыток предложения. Почему-то трейдеры об этом забывают. Я надеюсь, что те из вас, кто руководствуется долгосрочными инвестиционными идеями, так же, как и я, видят основания для оснижения бренда, и так же, как и я, ждет этот сакранный уровень, откуда должна пройти коррекция. Завтра у нас еще пятница, закрытие недели, и традиционно после ралли, вы знаете, это классическая природа трейдинга, когда участники рынка начинают фиксировать результаты сделок после затяжного ралли. Думаю, что коррекция должна пойти сегодня-завтра. Российская валюта 63,63. Учитывая то, что бренд прибавил сразу, практически за несколько дней, больше 5% своей стоимости, это сказалось на динамике российской валюты. У нас было значение 65, мы предполагали то, что, скорее всего, с большей долей вероятности российские монетарные власти не дадут закрепиться паре ниже. Это еще идея не отменяется, потому что мы наблюдаем рубль только фактически одну торговую сессию ниже этой планки. Не будем говорить о том, что он напрочь прописался уже ниже сопротивления 65, потому что я уверен, что это не так. Если бренд скинет 1,5-2 доллара, этого будет достаточно, чтобы USDRAP снова ушла выше 65 и оказалось, может быть, даже повыше сопротивление 66 против доллара. Соответственно, текущее значение прекрасная возможность, даже еще более лучше и интересная, чем мы наблюдали двумя-тремя неделями ранее, для того, чтобы занимать длинные сделки и конвертировать ту же самую российскую валюту в иностранную, для того, чтобы рассчитывать на потенциал девальвации рубля и на получение достойного профита. Важной статистики по российской экономике пока что нет, да и те данные, которые мы получали в последнее время, в принципе, нас ни на что не настраивают. Мы полномерно ждем следующее заседание Центрального банка России и понимаем то, что все равно определяющим фактором для динамики рубля остается поведение нефти. Евро против доллара. В рамках вчерашней торговой сессии мы видели прирост европейской валюты, в частности, сегодня котировки уже 1,14. Причина роста резонанса от выхода хороших данных по темпам экономического роста еврозоны. Вы помните, статистика, вопреки ожиданиям, действительно оказалась очень хорошей. Может быть, еще более существенным фактором поддержки выступает слабость американца, который никак не может оклематься от выхода пятничных нон-фарм перролс и данных по сфере услуг. В качестве дополнительных факторов поддержки для европейской валюты стоит отметить вчерашние комментарии представителей ЦБ Хансона, который отметил то, что экономика валютного блока полностью подготовлена к рискам возможного Брекзита. Это событие номер один, наверное, для финансовых рынков сейчас, вкупе как и ставка ФРС, но, может быть, все-таки Брекзита имеет более серьезный резонанс. Помимо Хансона, на оптимизм евротрейдеров вчера повлияли и комментарии члена Совета управляющих Европейского центрального банка Вилли Рой, который очень много говорил про текущую программу количественного смягчения, поддержал настроение тех, кто верит, что она может привести к росту индекса потребительских цен, отметив то, что если бы давно ИЦБ не перешел бы к столь агрессивному стимулированию, на текущий момент угроза и проблема дефляции имела бы совершенно другой масштаб. И, в принципе, он подчеркнул также и то, что если индекс потребительских цен и дальше будет находиться на отрицательной территории и не получит какой-то стратегический фактор для долгосрочного роста, тогда Европейский центральный банк пойдет на дополнительную поддержку, и никто из Совета управляющих ИЦБ не раскритикует такую вероятную позицию Драги, поскольку она будет наиболее оправданной. Из статистики сегодняшнего дня, я думаю, что с содержанием экономического календаря вы уже познакомились, важных релизов и интересных отчетов нет, поэтому сегодня предлагаю последить за поведением доллара и использовать как раз поведение этого актива, чтобы оправдать, либо спрогнозировать ту динамику, которая может развернуться по рисковым инструментам. В то же время я хочу отметить то, что пара евро-доллар, которая в последние дни явно сохраняет растущий импульс по факту ухода трейдеров в защиту и слабости американца, и если мы сегодня увидим закрепление евро-доллара выше отметки 1.1420, тогда можно будет попытаться поторговать, как госрочные, даже через длинные сделки с коротким стопом около 40-50 пунктов и, соответственно, с тейк-профитом в районе 1.15 с небольшим. Долгосрочные цели остаются неизменными. У нас впереди заседание ФРС, которое обещает расставить все точки над «и», поскольку мы поймем, что же все-таки нам следует ожидать и как действовать в отношении американца. Плавно предлагаю перейти к паре доллар-японской иены, которая продолжает снижаться. Уже сопротивление 107, точнее поддержка некогда бывшая стала сопротивлением. Актуальные тренировки 106.71. Пара была еще ниже. Можно отметить то, что риски Брекзита, которые являются актуальными, провоцируют трейдеров на уход в защиту. Японская валюта от этого выигрывает. Трейдеры никак не могут позабыть слабые данные по Non-Farm Perils. И, в принципе, это уже повлияло на вероятность ужесточения монетарной политики, которая оценивается меньше, чем в 5%. Очень контрастируется с той оценкой, которая была буквально еще до выхода Non-Farm Perils. Вы помните то, что мы оценивали вероятность больше, чем в 50%. И вот как лихо она изменилась после разочаровывающих данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Но помимо негатива, я считаю то, что не нужно забывать и про те предпосылки роста, которые были. Уровень безработицы, прирост заработных плат, комментарии Елен и другие свидетельства со стороны голосующих членов ПРС, которые по-прежнему верят в то, что американский рынок труда продолжает находиться в фазе роста. Он вытащит инфляцию и, соответственно, создаст необходимые условия для повышения ставок. Очень интересный момент, который сейчас сложился на рынке доходности американских трежерис и немецких бунусов. В частности, можно даже провести параллель с европейской валютой. Но я думаю, что именно рассинхронизация в показателях доходности будет способствовать в ближайшее время, должна, по крайней мере, росту американцев. Так вот, немецкие бундусы, я думаю, что все-таки определяющий риск Brexit, сейчас показывают прирост доходности на 0,03%. Это ничтожно маленькие уровни. То есть, такие бумаги явно никого не привлекают, ну, с точки зрения спекулянтов. Безусловно, те, кто переживает за какие-то глобальные риски, они сейчас уходят в эти активы, собственно, из-за чего и снижается доходность. Но спекулятивного интереса к ним не будет. Особенно учитывая тогда, что американские десятки торгуются сейчас на уровне 1,7% по доходности. То есть, во сколько раз, даже сейчас трудно представить в моменте, но во много, во множество раз, больше, чем даже в 100. Получается, что если такая доходность сохранится, до 23 июня точно можно ожидать приток средств в расположении американских трежеристов. Традиционно такой интерес к американским бумагам должен и будет способствовать росту американской валюты. Потому что, в конечном счете, эти бумаги номинированы как раз в долларах. Соответственно, по паре USD и Yen сейчас мы видим, учитывая то, что я сказал, ситуацию на рынке доходности иностранных бумаг, мы видим то, что ФРС как событие номер один до Брези уже приближается. Мы ждем сюрприза со стороны американского регулятора. Тем более, что мы в глубине души понимаем, что если ФРС и пойдет на изменение денежно-кредитной политики, то со свойственно серьезному шагу для любого регулятора это решение должно быть внезапным для рынка, чтобы не создавать почву для каких-то направленных спекуляций. Если это так, то июньское заседание может оказаться историческим в плане того, что решение на нем, как вероятность, будет принято, присутствует. Мы ждем то, что волатильность, как минимум, в этот день будет соответствующей. И все-таки настраиваемся на то, что есть шансы услышать от ФРС то, что будет принято решение, приступить, соответственно, к нормализации денежно-кредитной политики уже сейчас. Для доллара это поддержка и то, что позволит ему встать, что называется, с колен и снова протестировать сопротивление в районе 110. Если в ближайшее время мы увидим то, что пара USDN окажется ниже 105,50, тогда нужно будет рынку также отдать должное и рассмотреть большую вероятность и возможности сохранения коллекционного тренда и ухода пары ниже. Но пока держится этот рубеж, эта поддержка, давайте не будем разводить ненужный пессимизм и продолжим ставить на рост американского доллара. Фунт против американца. Здесь большую часть вчерашней торговой сессии мы видели то, что фунт Роса реагировал на очень хорошие данные по промышленному производству. Оно выросло на 1,6% в годовом выражении с прошлого спада на минус 0,2%. Также положительная динамика в производстве в обрабатывающем секторе. Прирост 0,8% против прошлого спада на 1,9%. Дополнительный позитив был связан с тем, что Reuters предложил собственную оценку. Перспектив изменения денежно-кредитной политики в Англии считают то, что Банк Англии может пойти на повышение ставки уже в начале 2017 года. Но я считаю то, что это необоснованный оптимизм. Можно о нем сразу же позабыть, как только узнали. В целом, то, что фунт не удержался вчера выше значения 45,50 и не смог пробить сопротивление 1,46, явно говорит о том, что на рынке ключевой темы остаются политические риски. И трейдеры, участники рынка понимают то, что сейчас баланс сил и интересов по поводу голоса за членство в рамках ЕС Англии и против этого, он сейчас совпадает. Есть еще и нейтралитеты. Соответственно, насколько успешны будут компании первых и вторых, от этого будет зависеть, к какой компании присоединятся те, кто еще не высказал своего решения. Есть риски того, что дело дойдет до негативного сценария до 23 июня, как я уже отмечал. У нас будет еще несколько результатов опросов. Они смогут спровоцировать ралли как бычья, так и медвежья. Но нам нужно прежде всего медвежья, поскольку мы с вами ориентируемся на прежнюю цель 1,42 по паре фунта доллара. Хочу отметить то, что фунт по-прежнему удерживает статус одного из самых волатильных активов, поэтому снова призываю вас к тому, что в отношении этой пары, пожалуйста, дополнительно контролируйте свои риски, потому что уже этот тандем и дуэт валютных активов дал понять, что даже за один день может показать динамику в несколько фигур. Из других валютных пар. Новозеландская валюта против доллара. Ставку, вопреки ожиданиям, оставили на прежнем уровне 3,25%. Однако после публикации ставки в ходе пресс-конференции председателя Резервного банка Новой Зеландии Уиллера отметил то, что политика остается стимулирующей, инфляция низкой, и есть вероятность снижения процентной ставки по итогам следующего заседания, если не, скажем, национальный рынок труда, недвижимости, промышленного сектора не сможет порадовать быков, которые делают ставку на рост новозеландского доллара. Я также ориентировал вас на возможный тренинг по паре австралийц против новозеландца. В частности, мы отмечали то, что австралийская валюта куда слабее, чем новозеландская. Вы помните, у нас была цель 1,05. В частности, текущие котировки 1,04,61. И хорошо то, что мы получили профит по этой валютной паре. Я советую покинуть расположение, соответственно, австралийца против новозеландца и остаться, скажем, вооруженными прежними инвестиционными идеями, которые предполагают ослабление австралийца, новозеландца, соответственно, снижение фунта, потенциальный рост доллара, долгосрочное снижение евро, крокосрочный рост. В частности, в начале брифинга ответил, с чем это может быть связано. Что касается других валютных активов, в частности, USDCAT 1,2686, здесь поддержка целиком связана с ростом цен на нефть, поэтому макроэкономический фонд, как таковой, игнорируется, хотя вчера вышли очень слабые данные по рынку недвижимости, которые, между прочим, рынок недвижимости для канадской экономики оставался единственным триггером для потенциального роста. С другой стороны, в рост мы особо уже не верим и уже готовимся к тому, что ВВП по факту пожаров в прошлом месяце будет на, как минимум, 0,5% ниже, чем предполагалось. В общем, серьезные спаты должны еще дать о себе знать и, соответственно, сказаться на динамике канадца. Как только мы дождемся коррекции нефти, все сразу встанет на свои места, и, в частности, канадская валюта начнет быстро слабеть и так же быстро, как она окрепла, окажется выше против доллара отметки 1,30. Из важных событий макроэкономических отчетов сегодняшнего дня буквально через 8 минут выступления Драги. Давайте послушаем, что он скажет. Интересует позиция по поводу текущего состояния инфляции, возможных стимулов, ну и, конечно же, что он думает по поводу предстоящего референдума и потенциальных рисков Брекзита. Если какие-то намеки на доп. стимулирование будут сделаны, хотя, наверное, вряд ли, но нужно быть к этому готовы, тогда евро может неплохо просесть. В 15.30 заявки на пособие по безработице, традиционный еженедельный отчет по рынку труда. В 18.15 выступление председателя Банка Канады, Полоза, хотя про канадский доллар мы уже все с вами прекрасно разобрали и понимаем то, что рост канадца зависит не от статистики, точнее, ослабления, ни от статистики, ни от конференции руководства Банка Канады, а от динамики нефти. Вот как раз на нее мы и ориентируемся. Кодовое слово на сегодня, риторика, что касается бонуса 12%. Напоминаю то, что все наши брифинги, весь видеоконтент в рамках компании «Амаркетс» доступны вам на нашем официальном канале на YouTube. Подписывайтесь на него и оставляйте лайки по тем видео, которые вам понравятся. Большое спасибо за внимание, хорошей торговой сессии, попутного тренда. Пожалуйста, берегите свои депозиты и контролируйте риски. Всего доброго, до свидания.